Вот следуя своим принципам свободы, толерантности, Франция впустила к себе иммигрантов, они стали уже гражданами Франции, и в общем-то все было понятно. Для них религия – ислам. И понятно было, что они не растворятся в Европе, они не станут по полной программе европейскими жителями, они останутся теми, кто исповедует ислам. И вот сейчас, когда появились эти карикатуры в журнале «Шарли Эбдо», ну тут начался этот скандал, то, что сейчас происходит. Вот это убийство и так далее, и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, можно назвать это религиозной войной, или все-таки это вот кто-то, допустим, сказал что-то о моем отце? Такое страшное, плохое, то есть он меня так обидел, что я это не могу перенести. Это намного хуже, чем об отце. Да? Да, конечно. Во-первых, это о общем-единственном отце для всех. Мусульман, во-вторых, это просто невозможно нанести более поражающий такой удар в самое сердце, чем нарисовать карикатуру пророка. Да, да, да. Французы говорят о свободе, говорят, Франция – это родина свободы. Свобода – это не то, что ты считаешь, что позволительно все. Есть у меня такие святыни, что я не могу относиться к ним так же, как ты. Для чего ты это делаешь? Вот этот вопрос. Да, чтобы унизить меня, укорить, уколоть. Ты делаешь хуже, чем если ты меня убил бы. Ты наносишь удар, потому что выше жизни и смерти. И поэтому никакой мусульманин с этим не может согласиться и пройти мимо. И никакие оправдания французские, что у нас это так принято, не помогут. Вот это удивительно. Это же заранее было понятно, что ты дотрагиваешься до самого святого, до просто… Это не один раз. И не один раз. Понимаешь? Они хотят, что привить этим свою толерантность, так называемую, мусульманам, это не поможет. Да, по выступлению Макрона это видно, что он хочет, что вы должны быть французами такими, как мы. Нет. Нет. Мы под этим и не подписывались. Ни в коем случае. То есть вы говорите, что вот эта война заранее проиграна французами? Конечно. Уже давно. Уже давно. Да. И еще один вопрос такой. Что бы вы сделали на месте Макрона? Ты не лезь. Не лезь. Ты не знаешь, куда ты лезешь. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Ты не сможешь воспитаться. Ты не можешь идти против религии. Никак. Ни в коем случае. И она тебе ни к чего и никогда не простит. И с этого момента, когда ты согласился с таким отношением к исламу, ты их враг до конца. И это не смывается никак. Это никак. То есть до тех пор, пока исламисты не размножатся до такой степени, когда они просто поглотят этих французов несчастных, это все не успокоится. Что бы вы сделали вот сейчас? Как-то примирить? Можно эти лагеря? Как-то посадить вместе? Ну, как-то... Принять ислам. Да, да. Католическая Франция. Принять ислам. А другого выхода нет? А другого выхода не будет. Сейчас, конечно, это еще звучит совершенно не так вероятно, но когда ты бываешь в Париже или в других городах, ты видишь, что происходит? Что это может оказаться реальным? Французов нет. А французы пускай живут себе в сельской местности. Там это для них подходящая среда. Ну, вот все-таки, какой процесс воспитания вот сейчас желательно начать? Вот если еще не поздно, ну вот какой? Я не думаю, что французы к этому готовы. Ну, все-таки проговорите. Вот проговорите немножко. Какой процесс воспитания, если можно было, нужно было бы закрутить сейчас в Европе? Надо рассказать людям очень доходчиво, прямо, открыто о том, что мы находимся внутри огромной единой силы. Эта сила называется Творцом. Называй ее после этого, как хочешь. У нее только одно название – Творец. Природа. И мы должны сделать все для того, чтобы понять эту силу, раскрыть ее, приблизиться к ней. И тогда каждый из нас увидит, каким образом он должен действовать правильно в своей жизни. Это касается мусульмане, христиане, евреи. Не важно, кто и как, и вообще. Не важно, кто. Возьми, 10 тысяч лет назад никаких не было ни мусульман, ни христиан, ни иудеев, никого. Нам надо просто правильно раскрыть природу нашего мира. Эту высшую силу, которая все исправляет, всем управляет. Вот такое воспитание ввести, да? Да. Везде и всюду. Да. А после этого будем судить. Эта высшая сила, она нам все объяснит. То есть ты можешь находиться в своей религии, в любой, в какую хочешь, но вот ты должен прилепиться к этой высшей силе. Да, да. Давай не будем вообще считать, кто прав, кто виноват, кто раньше, кто позже и так далее. Это все неверные отношения. Я изучаю природу и объясняю о едином законе природы, о единой силе природы. Это я объясняю людям. То, что Баля Сулам пишет в последнем поколении. И каждый пусть занимается своей религией, никому это не мешает. После того, как люди поняли, что они должны объединяться друг с другом для того, чтобы постить высшую, единую силу природы, они после этого увидят, что есть действительно несколько сорт душ человеческих. И поэтому они разделяются вот по своей привязанности к таким или к таким или к таким течениям. Но в принципе в этом нет ничего. Просто то, что ближе по характеру. Мы же видим, рождается человек. И уже видно по нему, к чему он будет склонен больше, меньше. Есть такие различные течения. Выражение души. Пускай будет. Никому же это не мешает. Но будет такой момент, скажите, что такое воспитание войдет в мир? Я очень надеюсь и в ближайшее время. Спасибо. 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 Спасибо.